Диана Станкевич Почти 90 виртуальных преступлений Фишинговые сайты по дизайну зачастую ничем не отличаются от оригинала Какие схемы используют мошенники и как себя обезопасить? На старт! Начался сезон охоты на Бекаса Как поймать шуструю птицу и где она обитает? Если причинен редокружающий среди слышенстобазовых величин То, соответственно, данный рождение будет привлечен к уголовной ответственности Какие правила должны соблюдать стрелки? Бобруйск-Арена открывает новый сезон Запланирован розыгрыш, подарки, призы Как изменился спорткомплекс и что подготовили для гостей? А также кандидаты в президенты, шаги спасения и ветряные карусели Когда вернется тепло и что с погодой на завтра? Прогнозы синоптиков В стране выздоровели и выписаны 55 799 пациентов, которые успешно справились с коронавирусом Зарегистрированы 65 269 человек с положительным тестом на COVID-19 Лаборатории обработали 1 144 696 анализов Эти данные приводит Минздрав Представительство Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передало медикам Около полумиллиона средств индивидуальной защиты Маски, респираторы, халаты, лицевые щитки и очки Изделия закупили на средства Евросоюза Груз хранится в Минском областном противотуберкулезном диспансере Вскоре его распределят по всем региональным клиникам Это действительно только первый момент нашей помощи Будут еще другие подставки Но эта помощь для всех стран Восточного партнерства Вы, Беларусь, конечно, Европейская Союза Вы наш сосед Европейского Союза Для нас очень важно показать эту солидарность Особенно потому, что у нас намного близкие отношения Сейчас ближе отношения, чем 5 лет назад Поэтому мы хотели тоже показать, что мы вместе в этом кризисе Медицинские работники, они всегда на переднем плане И для того, чтобы сохранить их здоровье Для того, чтобы сохранить их трудоспособность Нам необходимо, нужно их обеспечить необходимыми защитными средствами В общем-то, нам удалось преломить ситуацию Благодаря нашим медицинским работникам Тем временем правительство России отменяет обязательный двухнедельный карантин Для въезжающих в страну Им нужно будет лишь предъявить отрицательный тест на коронавирус Исследования на платной основе можно пройти по прибытию в течение трех дней Вместе с отменой самоизоляции возобновляются переговоры про авиасообщения Центр избирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента Беларуси Соответствующее решение принимала специальная комиссия За каждого претендента голосовали отдельно Удостоверение кандидата получили Александр Лукашенко, Анна Конопадская, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень Сегодня также стартовала агитация Ранее Бобруйский горосполком определил места для встреч с избирателями Пикетирование, митинги и собрания под открытым небом разрешили на стадионе имени Держинского В списке также актовые и зрительные залы социальных учреждений Всего девять помещений В городе организуют свыше ста избирательных участков В районе девятнадцать Выборы пройдут девятого августа Проголосовать досрочно можно будет с четвертого по восьмое число Виртуальные аферисты В Бобруйске зарегистрировано почти 90 преступлений, связанных с хищением реквизитов банковских карт и взломом страниц в соцсетях Моя коллега Анастасия Пахлёстова встретилась с жертвами мошенников и узнала, как не попасться на их удочки Что? Ты увяз в матрице Марина Трибуш едва не стала жертвой интернет-мошенников Вконтакте написала бывшая коллега с просьбой должить немалую сумму Просила данные карты Я тебе все верну с процентами, ну ты мне скинь номер карты, чтобы я тебе могла их перевести обратно И трехзначный номер на обратной стороне Меня это насторожило, потому что Аня знает, что мне деньги на мою карту переводятся через номер договора, а не через карту Поэтому я решила ее вывести на диалог, спросить, почему так Она мне перестала отвечать вообще, поэтому мне пришлось ей позвонить После стало понятно, девушку взломали Она быстро сменила пароль и вырвала страницу из рук злоумышленников Схема не новая, рассказывают оперативники И все же остается одной из самых популярных В топе сразу несколько вариаций мошенничества в соцсетях Далеко не все требуют взлома страницы Делают копии в социальных страницах, как одноклассники Вконтакте Потом от имени той страницы, которой они сделали копию, идет массовая рассылка друзьям Сообщения о выигрыше в лотерею, предложения дополнительных заработков, звонки из банков Наиболее актуальные схемы краш связаны с досками объявлений На такую уловку едва не попалась блогер из Минска Карина Кириллова Девушка хотела продать мобильный телефон через интернет Покупатель предложил воспользоваться службой доставки Он пересылает предоплату, а продавец высылает ему товар Говорю, что написано, что куфар доставка сейчас не работает А он мне говорит, а вот я с компьютера, у меня все работает Присылает мне ссылку Там действительно мой телефон, написано его имя, фамилия, отчество Написана сумма, и типа я должна ввести данные своей карты, и его деньги перейдут ко мне на карту Девушка обратилась в службу поддержки Консультант предостерег Оказалось, неизвестный покупатель выслал продавцу ссылку на поддельный ресурс Фишинговые сайты по дизайну зачастую ничем не отличаются от оригиналов Чтобы не попасться на крючок, эксперты советуют обращать внимание на адрес и домен в строке браузера Там не должно быть никаких посторонних букв и символов Все зарегистрированные в Беларуси сайты находятся под доменами .by и .com Расследование виртуальных преступлений может длиться от трех дней до двух месяцев Часто оперативникам приходится отправлять запросы международной компании в офисы соцсетей После того, как мы получаем всю необходимую информацию, то есть ответы, фиксирование IP-адреса Мы начинаем уже проведение оперативных мероприятий Стражи порядка напоминают Если возникают какие-то подозрения, нужно звонить человеку Если уже успели сообщить реквизиты или ввели их на подозрительном сайте Нужно обратиться в банк, чтобы заблокировать карту и позвонить в милицию За такие преступления предусмотрена уголовная ответственность Мошеннику может грозить лишение свободы до трех лет Сегодня в Бобруйске зарегистрировано 89 преступлений Связанных с хищением банковских карт, их реквизитами и взлом страниц в соцсетях Анастасия Пахлёса, Максим Галлеонко, Бобруйск-360 Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Последняя капля В области зарегистрированы почти 18 тысяч человек с диагнозом алкоголизм 14 тысяч представителей сильного пола По сравнению с прошлым годом цифра стала меньше Между тем количество смертей от случайных отравлений спиртом растет За 5 месяцев свыше 100 летальных исходов В 2019-м всего 86 случаев По данным Могилевского областного наркологического диспансера 66% подучетных жителей городов Из-за чрезмерного употребления алкоголя каждый год в мире умирают 3 миллиона человек Пагубная привычка вызывает порядка 200 болезней Стартовал сезон охоты на бекаса Эти птицы обитают и в Бобруйском районе На болотах и лугах вдоль березины Тело пернатого от лап до макушки всего 26 сантиметров Крылатого выдает прямой длинный, как спица, нос Чтобы взять особь на мушку, нужна максимальная собранность Стрелки выслеживают бекаса с особым азартом Инспекторы природоохраны напоминают Выходить на него разрешено только в светлое время суток Можно брать с собой собак, легавых, ретриверов или спаниелей На каждую до трех человек Использовать патроны, снаряженные дробью Административная ответственность предусмотрена по статье 15.37 В зависимости от вида нарушения Если это более тяжкое нарушение Это как незаконная охота, это часть первая Сумма штрафа идет от 20 базовых величин Начинается И если причинен вред окружающий среди слышен 100 базовых величин То, соответственно, данный гражданин будет привлечен к уголовной ответственности По статье 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь Редкая операция, лоукост по-белорусски и цена недвижимости Столичные квартиры подешевели Сколько теперь стоит квадратный метр Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня К концу года в Беларуси планируют запустить изготовление экологичной упаковки Запустят завод в Гомельской области Сейчас на предприятии выполняют строительные и пусконаладочные работы На объектах задействованы 160 человек Столичные квартиры подешевели Средняя стоимость за квадратный метр составляет около 1300 долларов Зафиксировано и рекордно низкое количество сделок купли-продажи недвижимости По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества За второй квартал продано чуть более 2000 квартир В стране могут создать новую бюджетную авиакомпанию Об этом заявили в Минтранспортной коммуникации По концепции она будет напоминать лоукост Предположительно, им станет авиакомпания «Гродно» Редкую операцию провели медики РНПЦ, неврологии и нейрохирургии У пациента была крупная опухоль в спинном мозге Все осложнялось редкой патологией Образование находилось внутри органа Медики из других стран отказывались от операции Белорусы решились на вмешательство Опухоль удалили, пациента спасли В музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы Установили легендарную «Катюшу» Дата открытия памятника не случайна Именно 14 июля 1941 года под Оршей прогремел первый зал боевой машины Работы по поиску и реставрации продолжались около года Часть деталей изготовили на основе образцов из военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга Пульт управления стрельбой, части обшивки, колеса и диски нашли в Ленинградской области И были восстановлены белорусскими реставраторами Шаг за шагом спасатели разработали онлайн-игру для школьников Приложение помогает изучить алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях Для участников подготовили 12 ситуационных задач В каждой надо выстроить линию поведения Ребенок также может сам моделировать происшествия Тематика ситуационных задач подобрана таким образом, чтобы, проходя их, мы понимали, как действовать в самых элементарных ситуациях То есть, например, как правильно вызвать спасателей Как действовать при пожаре Действие, если гроза, когда находится человек дома, либо когда он на улице Пожар в лесу, в лифте, если разбился градусник Игра разработана в двух версиях для детей и подростков Основные задания совпадают Квест можно скачать и на телефон, и на ПК Файл размещен на сайте МЧС Бобруйская арена открывает новый сезон За месяц в спорткомплексе сделали косметический ремонт Покрасили стены и машины-замбони На хоккейной площадке установили современное освещение Обновили разметку и рекламу Залили новое покрытие Качество сейчас проверяют юные спортсмены Также заточили коньки Массовые катания стартуют завтра На выходных для гостей подготовят развлекательную программу Световое шоу Заезды под хиты 90-х Мастер-класс хоккеистов В субботу 18-го числа у нас будет открытие Небольшое сезон массовых катаний Запланированы розыгрыш, подарки, призы Предусмотрены меры безопасности Каждый желающий может приходить в маске Все будет обрабатываться По воскресеньям запланированы занятия для новичков Встречи один на один Тренеры обещают научить желающих Стоять на коньках, кататься или играть в хоккей Футбольный клуб Белшина готовится встретиться с городеей Максим Кимбель заглянул на тренировку Красно-черные на последнем месте в турнирной таблице Чемпионата страны по футболу Первенство преодолело экватор У команды из Бобруська всего 10 баллов Спортсмены признаются Сейчас все мысли про матч с городеей Прямым конкурентом за место в элите Это выше лига Тут проходных игр не будет Все команды бьются за очки Ни с кем Ни с Боте, ни с городе Легко не будет У нас сейчас все игры важные Нам надо набирать очки Поэтому городея тоже будет очень важная игра Если мы возьмем свои три очка То еще ситуация улучшится в лучшую сторону Поэтому едем только за победой Конечно хочется обыграть бывшую команду Будем настраиваться Но не более того 28 июня 15-й тур Брест Белшина закрывала первый круг матчем против Руха В этот вечер у Бобручан ничего не получилось Поражение 0-3 Команда прошла точку невозврата Тренерский штаб Эдуарда Градобоева канул в лету К Минску спортсменов готовил Дмитрий Мигас Хорошая атмосфера Я же с ними в принципе Когда помогал Эдуарду Градобоева Ребята знают меня Знают мои требования Сейчас помогает Андрей Михайлович Крепач В столице красно-черные Рожились одним баллом И уже в 17-м туре Бобручане принимали торпеды Белас Которая в этом сезоне борется за место На Олимпе высшей лиги Счет открыли быстро На седьмой минуте Рикошетом от нападающего торпеда Мяч влетел в сетку хозяев Спустя два оборота минутной стрелки Леонид Ковель восстановил равновесие Не успели футболисты выйти на второй тайм Красно-черные заработали право на пенальте Глибко вывел Шинников вперед До финального свистка цифры на табло не менялись 2-1 У Бобруйска первая домашняя победа в этом сезоне Сложилось удачно Главное выиграли Тяжелая обычная игра Важно было взять очки Именно дома первая победа Перед матчем настраивали ребят на тяжелую игру Просили первые особенно 20 минут потерпеть Будет тяжело После игры поздравили друг друга с победой Пожали руки Сказали спасибо друг другу за игру В матче с автозаводцами За Белшину дебютировали Дмитрий Лебедев и Денис Левицкий У нас есть шансы сохранить команду в высшей лиге Поэтому будем прилаживать все усилия Тем более неплохой старт второго круга у нас получился Поэтому ничего не потеряно еще Хочу играть еще в высшей лиге Помогать Бобруйску После победы тренерский штаб дал команде расслабиться Основной состав экзаменует дублирующий Двухсторонка это не только один из способов тренировки Но и возможность узнать кто в какой игровой форме Находится прямо сейчас Для атлетов, которые находятся на просмотре Это шанс показать себя По словам Дмитрия Мигаса Подписная кампания продолжается Предстоящий матч с сахарниками Белшина встретится с городеей в пятницу Максим Кембель, Максим Галеонко Бобруйск, 360 Уличные танцы Дворец искусств анонсировал мастер-классы Под открытым небом Тренинг проведет студия Зумбофитнес Место встречи молодежный парк Поучаствовать может каждый Музыка зазвучит уже завтра ровно в 7 вечера Ветреные карусели Сегодня в городе на Березине Хозяйничал гость с севера Порывы достигали 13 метров в секунду Днем было облачно Солнце то и дело слепило Воздух прогрелся до плюс 20 Надолго ли тренд? Мария Бушкевич Завтра во многих регионах Беларуси Будет облачно с прояснениями Преимущественно без осадков Лишь по востоку дожди Днем в отдельных районах грозы Ночью и утром опустится слабый туман Ветер с северо-западноумеренный По востоку разгонится до 15-20 метров в секунду Сильные порывы Обрушат плановые эти на улицу в платье Риск попасть в неловкую ситуацию, как это однажды случилось у Мэрлин Монро Неимоверно высок Лучше выбрать джинсы или брюки Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов Днем от 13 до 25 со знаком плюс На северо-востоке Турции погибли по меньшей мере 4 человека Виной всему наводнения, вызванные проливными дождями Пострадала провинция Артвин, разрушенный шоссе и строительная площадка Рабочие эвакуированы, под обломками все еще находятся десятки транспортных средств С начала прошлого месяца в Китае от паводков пострадали почти 38 миллионов человек Вода унесла 140 жизней Для спасения и переселения людей мобилизовали армию По прогнозам специалистов для ликвидации нанесенного ущерба Могут потребоваться сотни миллионов долларов Завтра по бруське будет облачно, без осадков После обеда небо затянут облака По городу прогуляется северо-западный ветер Временами разгонится до 14 метров в секунду Днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла Ночью опустится до 14 со знаком плюс Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Бобруськ, 360 Это все из событий к этой минуте Следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо!